Привет, студент! Говорят, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Поэтому усаживайся поудобнее и приготовься увидеть последние новости студенческой жизни от команды Универ Ньюз. С тобой Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь. Учтут мнение каждого. Проект Сквера за второй высоткой вынесут на обсуждение общественности. Построй свой успех. В КГСУ назвали имя студента года. По стопам Лобачевского. Чему тебя научат в Институте вычислительной математики и информационных технологий? Казанские федеральные и управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе были поставлены в рамках заседания ученого совета КФУ. Более подробно об этом и многом другом мы расскажем уже в наших следующих выпусках. А сейчас продолжаем. Концепцию Сквера за вторым учебным корпусом Казанского федерального обсудят с горожанами. Такую новость по итогам встречи с ректором КФУ Ильшатом Кафуровым сообщила в своем инстаграме помощник президента Республики Татарстан по паркам и скверам Наталья Фишман. Проект развития принадлежащий Казанскому федеральному университету. Территория так называемого Верхнего Клинического сада был обсужден в минувшую пятницу. Своё видение того, как должен выглядеть сквер ректору КФУ Ильшата Гафурова представил известный казанский архитектор Николай Новиков. Заработанная концепция руководством КФУ была одобрена. Более того, Ильшат Гафуров предложил обсудить её со всеми неравнодушными после внесения небольших поправок. Предварительно презентация проекта Сквера и его обсуждение назначена на первую половину июня. Напомню, история санитарной вырыбки деревьев за вторым учебным корпусом КФУ получила огласку ещё осенью прошлого года. Тогда многие общественные организации поторопились обвинить руководство вуза и власти города в исквернении исторических мест. Однако на встрече с представителями СМИ и общественниками было заявлено, что здесь разобьют сквер. Закончил школу и думаешь, куда поступить? Где дадут качественное образование и найдёшь ли ты потом работу своей мечты? Эти вопросы задаёт себе каждый абитуриент. Следующий сюжет поможет тебе разобраться. Смотри внимательно. Ты абитуриент? Знаешь толк в математике и интересуешься информационными технологиями? Тогда тебе прямая дорога в Институт вычислительной математики и информационных технологий. И в МИД готовят востребованных специалистов с высокой стартовой зарплатой. Институт вычислительной математики готовит не просто инженеров, а мы готовим в первую очередь личности. Наши выпускники одинаково владеют как современными технологиями в направлении информационных и телекоммуникационных технологий, так и готовим их к организационной работе. Благодаря высокой квалификации преподавателей, эффективным формам обучения на базе современных вычислительных комплексов, выпускники Института получают не только глубокие теоретические знания, но и актуальные и практические. Практика – это отработка теоретических знаний, когда студент, по сути дела, знакомится с бизнес-процессами, с реальной организацией труда в IT-компании, вовлечен в процесс разработки программных систем, информационных систем, ну и, по сути дела, знакомится со всеми этапами и стадиями процесса проектирования, разработки программных продуктов. Так как практике в Институте вычислительной математики информационных технологий уделяется большое внимание, студенты заканчивают учебу, уже подготовленные к работе в ведущих организациях не только России, но и мира. Многолетнюю практику Института можно смело сказать, что все выпускники нашего Института вычислительной математики и информационных технологий трудоустраиваются по специальности, более того, по независимым оценкам, это общероссийский рейтинг. Выпускники IT-направлений Казанского федерального университета лидируют в России, занимают передовые позиции в России по начальной заработной плате и по востребованности среди потенциальных работодателей. Также нужно отметить, что помимо учебного процесса студенты и в МИД участвуют в яркой студенческой жизни, которая остается в памяти на всю жизнь. Подробную информацию о поступлении в Институт вычислительной математики и информационных технологий можешь узнать на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Адилия Валеева, Аделя Мухамедшина, Роман Самарин, Универньюз. Как всегда, по традиции, команда Универньюз подготовила для тебя подборку самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюз. В Казани отметили Сабантуй. Самый зрелищный татарский национальный праздник традиционно прошел в Березовой роще неподалеку от поселка Мирный. Сабантуй собрал порядка 50 тысяч казанцев. Хавьер Грасси официально представлен в качестве главного тренера футбольного клуба Рубиен. Новоиспеченный наставник уже успел встретиться с президентом Татарстана Рустамом Менихановым и получил от него напутствие. В селе Никольска Лайшевского района Татарстана прошел всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». В этом году участие в фестивале приняли порядка 150 творческих коллективов. В столице Татарстана прошла акция «Казань против рака груди». В ее рамках жительницы города смогли абсолютно бесплатно пройти профилактические осмотры. Возможностью воспользовались около полутора тысяч женщин. Ректор Кафульшат Гафуров принял участие в проекте «По правде говоря». Данный телепроект издания «Вечерняя Казань» подразумевает нестандартные вопросы, которые призваны раскрыть личность собеседника. Житель Казани стал победителем шоу «Узвешенные люди». 31-летний Тимур Бекбалатов за 4 месяца похудел почти на 54 килограмма, попутно установив рекорд программы по недельному результату. В МАУ университете КФУ прошел выпускной обладателем удостоверения, а его окончание стали более 450 школьников. Казанские школьники спасают любимую учительницу от рака. На лечение Ольги Востриковой из школы номер 179 требуется 3 миллиона рублей. Ученики школы и их родители общими усилиями собрали около 1 миллиона. Николай Валуев открыл в Альметьевске первый километр велодороги. Ее общая протяженность будет составлять 50 километров. С завершением учебного года к студентам приходят не только страшные слова сессии и экзамены, но и нечто приятное. Подводятся итоги года, награждаются талантливые студенты. Давайте узнаем прямо сейчас, кого уже наградили на студенте года КГАСУ-2016. Вся самая творческая молодежь Казанского государственного архитектурно-строительного университета собралась 27 мая на подведение итогов. На свежем воздухе в торжественной обстановке прошла шестая ежегодная церемония награждения студентов вуза. Без внимания не остались и лучшие студсоветы, студенческие проекты и творческие коллективы. Ведь это именно тот день, когда поощряются не успехи в учебе и научной деятельности, а креативность и артистизм. Потому что на самом деле это круто, что строители могут быть еще и танцорами, и журналистами, и певцами. Значит, личность многогранная, это очень круто быть таким для студента. Нам очень нравится здесь, потому что это мероприятие, которое мы создали сами. И как бы я вот танцевала там с Шанхаем, то есть мы внутри этого мероприятия, поэтому нам просто не может не нравиться. Я думаю, вы заметили, какая здесь атмосфера, как все одеты, все так официально, модный стиль. То есть это традиция ГГАСУ на протяжении нескольких лет, и я не знаю еще университетов, которые проводили бы такое мероприятие, именно вот в таком вот уютном, милом уровне. Легкая напряженность перед объявлением результатов и заветные аплодисменты. Пока номинаты с замиранием сердца ожидали своего выхода на сцену, танцоры и певцы вуза исполнили свои лучшие номера. Здесь творится нечто крутое, атмосфера действительно очень крутая, и мне кажется, здесь собрались сегодня только самые-самые лучшие, лучшие из нашего университета. Я думаю, что добиться успехов может каждый, главное верить в себя, главное работать над собой, идти к поставленной цели, верить в себя и верить, конечно же, в свои силы, и тогда непременно все получится. Каждый удостоился своей награды. Теперь студентам предстоит защитить честь вуза на республиканском конкурсе «Студент года» в следующем году. Анастасия Иванова, Ленарда Влитяра, Универ Ньюз. Истинный победитель не нуждается в подсказках. Он всегда молчалив и расчетлив. Им восхищаются, ему аплодируют стоя. Хочешь стать таким же? Тогда внимательно смотри наш следующий сюжет. Казанский межвузовский турнир по чизболу подошел к концу. Именно на нем сразились юные гроссмейстеры Казанского университета строительного, авиационного и химико-технологического. Чемпионат стал жарким, и дело не только в погоде. В первой игре команда Кыхты одержала победу над строительным. А вот во второй игре на поле встретились команда КАИ и Казанского федерального. КАИсты быстро обыграли соперников. Как признались победители, главным помощником стал опыт. Ну, почему я пришел в этот спорт? Наверное, потому что ты, дедушка и мама играли в шахматы. Ну, вот дедушка привел. Потом так и началось хобби. Третья игра между КФУ и КГСУ стала решающей для игроков Казанского федерального. Всю игру команды сравнивали счет. Однако строителям все-таки удалось поставить мат федералам. Кстати, с КФУ сражались не только студенты, но и преподаватели архитектурно-строительного. Я всю жизнь занимался шахматами. Я международный мастер по шахматам. Но практически перестал активно играть. Возраст, стал работать уже, да? Нужно думать о семье и так далее. А вот такие развлекательные мероприятия мне очень нравятся. Я думаю, что в этой игре есть будущее. Большинство игроков, они играли впервые. И было сложно, на самом деле, сконцентрироваться, играть именно на команду. Потому что каждый видит доску по-своему, а здесь все-таки командная игра. И поэтому не совсем игра у нас сложилась. Мы долго думали по времени. Я думаю, что в следующем году мы все-таки будем играть сильнее. Я надеюсь на это. Заключительная партия для КАИ закончилась быстро. Технологи не только поставили мат КАИстам, но и стали сильнейшими в турнире этого года. Мы профессиональные игроки в шахматы. У нас организация, общественная ассоциация профессиональных тренеров. То есть мы еще и тренируем. В основном представители мои коллеги, ребята. Мы понимаем, что происходит на доске, поэтому у нас неплохо получается. Все участники награждены подарками и почетными дипломами. Следующие межвузовские встречи состоятся в октябре 2016 года. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Не забывай, что через пару дней лета – начало маленькой беззаботной жизни. До встречи!